приветствую дорогие друзья меня зовут макс вайсман прежде чем я начну рассказывать о чем-то пожалуйста поставьте на увеличенную скорость примерно 125 для этого зайдите в настройки там где шестеренка и поставьте скорость 125 я думаю так будет гораздо проще и интереснее меня слушать потому что ну откровенно говоря поздняя ночь я не очень быстро говорю и не очень громко уверен так будет лучше начинаем хотел бы высказать свои слова глубочайшего уважения поддержки сталинграду современности городу хабаровску они не складывают оружие хотя оружие у них нет но то что они делают для кремля это даже страшнее чем оружие и честно говоря вот только сейчас спустя неделю кремлевские вот эти вот нельзя оскорблять по законам до плевать я конечно не хотел на эти законы потому что это незаконно беззаконие но есть определенные правила игры да и желательно их соблюдать просто только спустя неделю власти придумали как купировать протест решили ковидом испугать борьба в этом случае в общем то даже и интереснее не правда ли хотя конечно не для всех это актуально но просто потому что есть люди которые реально получают мрот и для них борьбой является борьба просто за выживание большое уважение людям которые работают на должностях там типа сестры сиделки какой-нибудь или еще кого-то которые реально работают за копейки и выполняют свои должностные обязанности ежедневно когда эта власть падет а судя по тому что сейчас происходит это неизбежно и это в общем то произойдет довольно таки скоро вот давайте это и обсудим вот этот вот прогноз и так как вы поняли эта тема прогноз на ближайшее будущее после того как не так давно произошло так называемое обнуление обнуление произошло вопреки мнению народа как вы понимаете то есть не 80 процентов за 20 против а скорее наоборот 20 за 80 против это реальные скорее всего цифры ну может быть там в каких-то регионах они как-то отличались но тем не менее естественно больше половины против потому что ну не может быть огромное количество населения идиотами и они естественно видят что происходит и естественно прекрасно понимают к чему ведет нынешняя власть ведет она ну как минимум слова застой это как минимум прекрасно характеризует то что происходит но теперь по прогнозу вроде как осенью будут выборы не правда ли скорее всего единая россия на этих выборах будет везде выгнана но если бы был правильный подсчет то у него вообще нет никаких шансов в большинстве регионов нашей страны просто никаких но естественно скорее всего голоса будут натянуты примерно так же как они были натянуты на обнуление вот они уже придумали что голосовать можно три дня а вот недавно они всерьез хотят внедрить трехдневное голосование чтобы было больше возможностей для фальсификации инсинуации и так далее что дальше будет народу хватило обнуление ненависть к путину выросло много у кого потому что он разочаровал даже своих сторон даже его сторонники которые всегда были за него после обнуления очень многие отвернулись хабаровск но тут совершенно очевидно что это личная месть господина путинок товарищу фургалу или у вас есть какие-то другие соображения вот по-моему тут все всем понятно вот после всех этих моментов после того как вот недавно в москве крутили людей кстати у меня видео набрало много но потом за двести просмотров посмотрите будет в описании потом раз семьдесят пять они режут просто представляете идет борьба настоящая борьба ну что ж борьба так борьба мы победим также меня еще забадили просто на двух российских форумах вот за это время поэтому я конечно в это самое пребываю в такое вот эти то вот простые те кто держит эти форумы им-то чего тем более там никто никого не оскорблял в общем-то ну просто высказал свою позицию вот сейчас я ее высказываю чего надо забанить но я думаю с этим видео тоже будет все довольно сложно они уничтожают вообще видео мои так вот продолжу отвлекся на свои проблемы извините осенью будут выборы единая россия нарисует себе голоса и люди скорее всего снова выйдут на улице но я боюсь что в этот раз на улице выйдут уже скажем так не только в одном двух-трех регионах а много где вот у нас даже в томске люди в поддержку хабаровска на мосту плакат повесили ну стараются люди просыпается самосознание кто чем может стараются показать свое фи действующей власти а что будет после того как они снова прокатят народ на очередных выборах так вы считаете я думаю что возможность все опять начнется с со сталинграда современности с города хабаровск где скорее всего насильно в общем то этих единороссов как-то протолкнуть ну наша власть же не вменяемая вот судя по тому что они сделали с фургалом создали эту напряженность на пустом месте я думаю до них ну судя за последние 20 лет да мы наблюдаем вообще поведение данной власти можно в общем то легко предсказать их дальнейшие действия ну вот их дальнейшие действия будут видимо такие кроме того как мне кажется у путина с жириновским были какие-то договоренности по поводу и фургала потому что фургал показал помог как-то чтобы на этих выборах были показаны интересные для путина цифры да не настоящие а интересные якобы поправки победили хотя на самом деле вы же прекрасно понимаете что нет так вот скорее всего произошел кидок жириновского да были какие-то договоренности но жириновский помним его выступление революционное в госдуме после которого он сдулся но сдулся то сдулся а другие элитные группы они увидели что если если раньше этот президент выполнял условия сделок то сейчас по-моему он грубо нарушил свои договоренности что означает конечно же утрату доверия не утрату доверия у народа у нас у нас он уже давным-давно утратил доверие еще когда придумал вот этот тандем с Медведевым да а у кого-то и вообще сразу вообще такое ощущение что власти сами смотрят телевизионную пропаганду которую сами же и креативят или для них ее креативит и действуют согласно тому что там в телевизоре скажут от реальности просто оторваны я считаю что учитывая то что после очередных выборных фальсификаций которые вот-вот скоро уже будут народ выйдет на улице уже во многих регионах страны элита задумается а нужен ли им такой вот босс который вызывает у людей такое откровенное неприятие я боюсь что Путину осталось очень недолго не знаю до нового года может он и дотянет но один-два ну максимум три года так что все это его обнуление скорее всего это пшик дорогие друзья на мой взгляд очень велика вероятность дворцового переворота его снесут скорее всего свои же если вы обратили внимание то вот в хабаровске сейчас люди ходят митингуют вы видели там хоть один российский флаг что они кричат москва уходи и так далее по большому счету там есть сепаратистские настроения и это очень опасно у нас есть еще Кавказ у нас есть другие регионы Якутия например где если единоросс опять провернут вот этот свой гешефт вот эту свою инсинуацию с выборами я боюсь что у нас начнется реальная сложность как удержать страну в смысле чтобы она не развалилась мы входим в очень опасную ситуацию и нам нужно удержать страну от распадов нам нужно будет это сделать потому что такой риск на самом деле существует и именно эта власть хоть она наверное не думает об этом хотя кто их знает на самом деле может там сплошные предатели и у них это вообще в планах хоть они изображают другое а на самом деле кто знает правда ну на самом деле есть риск есть риск распада нашей страны и этот риск провоцирует проецирует креативит как раз таки те люди которые на сегодня узурпировали власть в нашей стране это как ни абсурдно это звучит но это в общем то вот так вот и выглядит я боюсь что прогноз вот на ближайшие 1-2 года в общем то такой выборы фальсификация выход на улицу а дальше может быть все что угодно ваше мнение пишите в комментариях всем всего хорошего революция революция как только снится и страна рванет вперед только мы разбиться а пока наоборот наш брак у ворот хочет взять нас в оборот а мы отбиться хочет взять нас в оборот а мы отбиться 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 не оборот не вы